Вот там многие сейчас выносят разные вопросы, связанные с оскорблением должностных лиц, там пытаются законопроекты, хотя у нас это все есть. Я думаю, что Валентину Коновалу стоит обратиться в суд за честь и достоинство. Ну а для Михаила Леонтьева нужно понимать, что почти 60% населения в Хакасии проголосовало за этого человека, за Валентина Коновалова, за губернатора. Как бы ни относились к нему, то все говорят молодой, неопытный, туда-сюда, но люди доверили ему, поэтому в этой части сомневаться в том, что он сможет что-то сделать, я думаю, что не стоит. Более того, я так понимаю, все равно он подкреплен не просто один, а он подкреплен своими коллегами из партии, поэтому у них есть профессиональные юристы, экономисты и специалисты, которые будут подкреплять и в правительстве, и в работе вообще. Поэтому я думаю, что сегодня для коммунистов эта точка одна из основных, и они ее не бросят и будут стараться каким-то образом все сделать для того, чтобы работа того же губернатора КПРФ была стабильная, ровная, чтобы доверие в население не падало. Поэтому в этой части Михаил Леонтьев переборщил, и я считаю, что это оскорбление, мне кажется, в этой части оскорбление не только его, но и тех людей, которые за него проголосовали. Но видите, как он говорит, что голосовали не за него, а протест это был, против действия. Он сказал, что они проголосовали хоть за кого, хоть за свинью или за моржа. Сегодня многие эксперты пытаются оправдать все поражения, которые сегодня происходят у «Единой России». Все поражения они пытаются каким-то образом снивелировать, говоря о том, что да вот население дураки, вот население ничего не понимает. Ну, я думаю, что если такая экономическая политика будет продолжаться, то и многие субъекты будут показывать свою солидарность в протестном голосовании, поэтому тут нечего удивляться. Поэтому нужно менять риторику, нужно относиться к выбору людей достаточно доброжелательно, потому что это люди. В этом заключается вся демократия. Мы что тогда, за что бьемся тогда? В этом заключается вся демократия. Если люди проголосовали, поддержали, а что сейчас нужно стоять и пытаться пнуть его, пытаться там поставить подножку, я думаю, что это неправильное решение.